Данил Рябинин 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 И каждый день именно эта память сопровождается какими-то особенностями в совершении богослужения. И вот если мы откроем те традиционные старинные церковные календари, называемые «Месяцесловы», то мы в «Месяцесловах» и в старинных богослужебных книгах увидим, что каждый день отмечен специальными знаками. Бывает, что и причем знаки эти разные, и все-таки, вот опять же, справедливости ради надо сказать, что память того или иного святого, которую совершает церковь, и праздник – это все-таки не тождественные понятия. Каждый день может быть праздником для кого-то, каждый день может быть и является чьими-то именинами, но все-таки большинство дней отмечены знаком будничного. В этот день служба совершается с пением стихир на «Господи Возвах» на шесть. И даже так и называется. Служба шестеричная, значит, будничная, самая обыкновенная. Если церковь придает какое-то особое значение тому или иному дню, то могут совершаться богослужения, может совершаться с особенностями. Может, например, петься «Великое словословие» и, соответственно, увеличиваться количество стихир. Может служиться полейлей, то есть богослужение будет в этом смысле сопровождаться выходом священнослужителей на середину храма, пением величания, и по сформировавшемуся ныне позднему обычаю, помазанию верующих, молящихся в храме освященным маслом. И, наконец, самый особенный вид празднования, это когда на богослужении накануне самого праздника совершается всеночное бдение. Ну, собственно говоря, так называется это богослужение, которое совмещает в себя и первый час, и вечернюю, и утреннюю, простите, девятый час, вечернюю, утреннюю и первый час. Так служат в большинстве храмов, совмещаются эти богослужения, и вот эта совокупность богослужений, она называется всеночным бдением. Но в зависимости от того, как совершается это богослужение, во сколько оно начинается, оно может действительно быть ночным богослужением, а может носить только такой вот характер, что намек на ночь может содержаться только в его названии. И всеночное бдение, которое вот именно ради потребностей прихожан начинается рано, иногда в летнее время заканчивается еще засветло. Вот, а уже помолились утренними молитвами и спросили благословение Божие на какие-то утренние занятия. То есть, богослужение, так или иначе, в зависимости от знака, которым помечен тот или иной день в церковном календаре, богослужение отличается. И каждый день какой-то отдельный человек или группа людей может светло праздновать и отмечать, и, конечно, быть в храме. А для других людей это день обыкновенный, день будничный, хотя каждый православный христианин и понимает, что для кого-то нынешний день, даже если он будничный, может быть праздником. Ну вот, а когда вот совершаются действительно праздники, помеченные в церковном календаре красным знаком, вот тогда это праздник уже для всех. И вот сегодня как раз один из таких праздников, один из 12 больших годовых праздников, праздник введения или по-другому входа во храм Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии, этот праздник всегда совершается в один и тот же день, 4 декабря по новому стилю. Отец Славян, позвольте мы немного проиграемся, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Будьте благословены. Отец Славян, расскажите, пожалуйста, о празднике, который называется Юрьев день. И празднуется в начале декабря. Да, спасибо за ваш вопрос. Да, спасибо. Праздник Юрьев день празднуем мы в начале декабря. Что это за праздник? У меня Юрьев день в моей памяти соответствует тем знаниям, которые я почерпнул на школьной скамье из учебника истории, когда был недолго в истории России такой период, когда было такое некоторое послабление для крестьян, которое на Юрьев день могли переходить от одного барина к другому. То есть, как бы сказать, менять место отработки барщины и менять место своего, соответственно, жительства. Но этот период длился недолго. И однажды настал такой печальный день, когда он был отменен. И вот из этого родилась такая грустная поговорка. «Вот тебе бабушка и Юрьев день». Когда наступает какое-то огорчение в жизни человека, вот кто-то, может быть, вспомнит эту поговорку и скажет «Вот тебе бабушка и Юрьев день». А какой именно из святых в этот день празднуется, сказать сложно, потому что есть и святой великомучник Георгий Победоносец, и празднование в честь него. Есть и, если мне не изменяет память, благоверный князь Юрий. Вот в честь него тоже празднование. Одним словом, не имея под рукой церковного календаря, сложно ответить на этот вопрос в точности. В частности, как бы сказать, вот жалко, что позвонившая к нам женщина не упомянула, по какой именно причине ее интересует происхождение именно этого праздника. Спасибо, Айтиславян. Ну вот давайте все-таки продолжим нашу тему. Нас заинтересовал этот вопрос вот по какой причине. Вот посмотрите, праздник, ведь понимание праздника в церковной жизни, в церковной среде и в светской достаточно различное. Что вообще такое праздник? Это время праздности, время праздного препровождения, или же это что-то нечто другое? Вот интересно, хотел бы послушать, каким образом слово праздник преломляется ведь в светском понимании и, с другой стороны, в церковном. Вопрос, прямо скажем, не праздный. Действительно, здесь получается такая своеобразная игра слов. С одной стороны, слово праздник, и вот именно вот этот вот корень, да, праздность, праздный, вот, например, когда говорят о, на церковно-славянском языке, о каком-то пустом сосуде, например, о пустом кувшине, вот он называется праздным. Если, вот опять же, церковно-славянский язык, это очень такой деликатный язык, вот когда речь идет о женщине, которая носит во чреве ребенка, о беременной женщине, то по-церковно-славянски ее называют непраздная. С одной стороны, праздник, вот именно само слово, само понятие, оно устойчиво, скажем так, прописано в нашей церковной среде, в нашем церковном обиходе, и в то же самое время в списке грехов значится очень такое, как бы сказать, часто случающееся с нами, вот такое греховное явление, как праздность. Вот, в частности, когда начинается Великий пост, и мы читаем молитву святого Ефрема Сирина, то первое, что мы перечисляем, от чего нам хотелось бы быть подальше, от чего нам хотелось бы избавиться, да, это мы перечисляем, вот в этом списке мы говорим, что мы не хотели бы видеть в себе, в первую очередь, духа праздности, потому что вот именно дух праздности, дух пустого времяпровождения, он отнимает у нас даже самую возможность создать в своей душе какие-то благие перемены, и как-то их закрепить, утвердить. За пустым времяпровождением невозможно создать ничего полезного, как-то наполнить свою душу. Мы вот как раз, когда говорим о положительной духовной деятельности, мы всегда говорим о наполнении, мы говорим о том, чтобы душу свою созидать, душу свою наполнять, закон Божий исполнять, все у нас стремится к какой-то полноте, да, а дух праздности у нас эту возможность отнимает. И таким образом нам здесь остается провести такое четкое разделение. Праздник, когда мы говорим о празднике, нам нужно провести черту между праздником и праздностью. праздник для нас должен быть временем, когда мы, вот именно временем, которое мы упраздняем, выпраздняем, то есть освобождаем, от каких-то занятий, которые являются для нас рутиной. Вот, скажем, созидательный труд, он очень хорош, но время трудиться и время отдыхать. Время труда не должно быть помехой для того, чтобы один день, согласно закону Божию, согласно заповедям Божьим, выделить специально его, освободить, для того, чтобы мы могли посвятить его Богу по заповеди Господней. Вот, для православных христиан, которые понимают ценность самого события воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых, этим днем является воскресенье. И вот именно этот день мы приносим Господу для того, чтобы его высвободить от будничных, рутинных занятий, даже если они связаны с созидательным трудом. Труд — это хорошо, но нужно освободить день для того, чтобы его пожертвовать ради Господа. И в этот день, освободивши его, мы не должны придать его в руки праздности, праздного времяпровождения, а в первую очередь высвободить его для церковного богослужения. То есть, если мы в праздник не идем накануне на всеночное обдение, если мы на сам праздник не идем на божественную литургию, значит для нас праздник этот уже как бы не праздник. Мы нарушаем саму суть, ради чего мы празднуем. Высвободить день и принести его Господу — вот это самая главная цель праздника. Но ведь остается же еще время, да? И, конечно, это время можно посвятить каким-то добрым делам, кому-то помочь. Вот истинная радость от праздника будет только тогда, когда мы почувствуем спокойствие совести, радость в сердце от того, что не мы себе устроили праздник, да? А мы кому-то подарили праздник, мы кому-то что-то подарили, что-то сделали, кому-то помогли. Вот это вот действительно будет повод для истинной христианской радости, что мы что-то, опять же, создали. Время высвободили не для того, чтобы его упразднить, так сказать, зачеркнуть, убить, а для того, чтобы создать что-то полезное. Ну и, наконец, еще какое-то время может остаться, когда можно предаться каким-нибудь невинным удовольствием. Например, вот, хорошим удовольствием для тех, кто в этом понимает, может стать вот именно хорошая, душеполезная застольная беседа, когда в праздник накрывается стол, но не для того, чтобы устроить пир, не с той целью, чтобы подать как можно большее количество блюд и удивить гостей какими-то кулинарными изысками. Нет, вовсе не в этом дело. Даже, может быть, не столько много нужно подавать блюд, как лучше позвать еще кого-нибудь, чтобы вот именно позвать какого-нибудь хорошего гостя, который вот именно своим присутствием, своей высокой образованностью может как-то вот украсить беседу, позвать в гости учителя, например, учителя своих детей, позвать в гости священнослужителя, своего местного приходского священника. Это прекрасно, и, в общем-то, многие миряне как-то стесняются это делать, хотя, в общем-то, организовывают какие-то семейные празднования, вот, и от других мирян слышат такое, что «А мы вот тут вот батюшку пригласили, накрыли стол, и вот батюшка со всеми нами побеседовал». «О-о-о-о!» Говорят они, «А как же это? Как же вы решились на это?» «Ну, а как? А как решились?» Зато мы долго и не думали, мы просто взяли и пригласили священника. А уж как священник, вот именно каким полезным содержанием наполнил этот вечер, да, ну, говорит, вот мы получили большое удовольствие и надеемся, что получили духовную пользу. Вот так и получается, что хороший гость может, вот именно праздник сделать действительно полезным для души дело. Адин Славян, у нас есть еще один звонок, давайте много привернемся. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Значит, у меня такой вопрос. Значит, у меня есть француза, в том, что я вообще на войне сказал. И там вопрос, что мы все о судьбе, о России. Значит, в нем говорится, что... Вообще, здесь не говорится такое, но говорится, что большая часть России, Россия потеряется... Можно начать в Тае, 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 в Тае. В Тае, 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 в Тае. Вы знаете, стоит ли этому верить? Вы знаете, сложный вопрос. И прежде всего, прежде чем даже задуматься о том, как на него отвечать, нужно сделать себе такое рассуждение. Является ли этот вопрос каким-то... является ли вот это вот изречение, которое приписывается преподобному Серафиму Вырицкому, каким-то духовным явлением или нет? И на мой взгляд, каким-то духовным явлением это изречение назвать невозможно. Это, скажем так, если охарактеризовать жанр этого высказывания, то, наверное, мы можем сказать, что это политический прогноз. Верно? Когда в уста священнослужителя, в устах священнослужителя звучит политический прогноз, мы можем всегда сказать, что, ну да, конечно, священник, как и всякий гражданин, может иметь какую-то точку зрения на те или иные события, иметь рассуждение о каких-то грядущих событиях, как могут развиваться те или иные события, связанные с тем или иным государством. Но, конечно, очень странно, когда, даже если преподобный Серафим Вырицкий говорил эти слова, очень странно, что в устах тех, кто слушал и записывал его изречение, остались во внимание вот именно эти слова, в которых, да, есть политический прогноз, но нет ничего духовного. Здесь сразу же надо сказать, надо насторожиться насчет тех людей, которые слушали и записывали слова преподобного Серафима, потому что они услышали, и как бы услышали, запомнили, и записали именно это. Хотя, конечно, преподобный Серафим Вырицкий, будучи святым человеком и действительно старцем от Бога, он очень многое говорил вот именно на душевную пользу тех людей, которые к нему приходили за советом. И вот всякий раз, когда мы говорим о том, что нам на пользу, нам надо всегда рассуждать. даже если мы читаем что-то, вот, что-то из жизни святых людей, если это действительно какие-то духовные рассуждения, если это действительно какие-то духовные высказывания, то нам нужно очень внимательно их принимать близко к сердцу и стремиться как-то приспособить их к своей жизни. А когда мы читаем в книжке, что из уст святого, вот, из уст святого якобы вот слетело такое вот высказывание в виде политического прогноза, нам, наверное, нужно рассудить, что нам никак не полезно знать о том, что будет так или не будет так, потому что нас непосредственно, нашего спасения непосредственно, это не касается. Что же касается нашей гражданской позиции, то, услышав от кого бы то ни было такие, скажем так, слова о том, что Россия, наша любимая Родина, потеряет часть своей территории, мы должны не цитировать и не транслировать это, а положить все свои усилия как граждане, для того, чтобы это не случилось. Поработать, породить о благе своей Родины, каждый на свою месть, чтобы это печальное предсказание не осуществилось, или сделать все от нас зависящее, чтобы Россия была более сильной, укреплялась, ну, конечно, не за счет других, а за счет своего внутреннего потенциала, за счет увеличения числа достойных граждан, которые бы могли Россию действительно сделать сильным и могущественным, и самое главное, полезным для мира государством, вот об этом нужно родить и стараться, услышав вот даже такие печальные, горькие слова. Батя Славян, ну, к сожалению, мы с вами вынуждены прояваться, время нашей эфиры подходит к концу, но думается, что какие-то основные моменты, которые мы сегодня с вами хотели обсудить, мы, безусловно, проговорили. Спасибо вам, Батюшка, за нашу сегодняшнюю беседу, благословите наших телезрителей. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, будьте благословенны, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители, старайтесь свою жизнь проводить так, чтобы праздности, время никакого для нас, у нас не было, а все праздники, которые бы мы праздновали, всегда в них нашлось бы время и церковные молитвы, и добрым делам, и тому полезному, что может обогатить нашу душу и наше сердце. Спасибо вам, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч, и храни вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok